МИД РФ призвал Запад одернуть руководство Украины. Министерство иностранных дел, МИД, России обратилось к западным кураторам Украины с просьбой одернуть руководство страна для удержания ее от военных авантюр, которые могут иметь катастрофические последствия. Об этом говорится на сайте ведомства во вторник, 19 февраля. Плененная сотня заключенных на Украине жителей Донбасса стала больше. Обмен вряд ли состоится до выборов 31 марта, считает омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Комментируя ситуацию в Донбассе, российские дипломаты призвали международные организации содействовать тому, чтобы Киев соблюдал взятые на себя международные обязательства. На сайте МИДа уточняется, что в последнее время наблюдатели СММ ОБСЕ отмечают резкую интенсификацию обстрелов на линии соприкосновения. Вчера в Донецке совершено новое злодеяние. В городе произошли три взрыва, два из которых в непосредственной близости от места проживания наблюдателей СММ ОБСЕ. По счастливой случайности никто не пострадал, говорится в сообщении. В МИД РФ считают, что этот инцидент произошел в рамках предвыборной кампании действующего главы государства Петра Порошенко, который пытается переключить внимание избирателей с проблем экономики, социальной сферы, массового обнищания на военные действия в Донбассе. В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар, сказано в сообщении. 1 февраля начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров рассказал, что за время военных действий в Донбассе погибло около 2,5 тысячи мирных жителей. По его словам, среди погибших 242 ребенка. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.